В уходящем году при пожарах погибли пятеро актюбинцев. Основной причиной возникновения возгорания по-прежнему считается неосторожное обращение с огнем. Кроме того, трагедия случается при взрывах газовых баллонах. О профилактике пожаров и рисках при использовании некачественной пиротехники специалисты рассказали в региональной службе коммуникаций. Пожары в жилых строениях – это всегда трагедия для людей. О гибели в огне и вовсе является большим горем. В уходящем году был зарегистрирован ряд крупных пожаров. Причем особенно много возгорания фиксировалось в последний месяц. Так, 15 ноября крупный пожар по причине взрыва газового баллона произошел в Хромтаусском районе. Пострадали 4 человека. К сожалению, один скончался. 19 ноября в доме номер 74 по улице Тургенева загорелась одна из квартир. При тушении был обнаружен труп. Причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. А 16 декабря загорелась пристроенная к жилому дому баня в Заречном. В результате тоже у нас 2 человека получили травмы, остались живы. Причиной пожара в этом случае тоже послужило неосторожное обращение с огнем. Пожар произошел, начался в бане. И у нас буквально 19 декабря 2020 года, тоже вы все средства массовой информации знаете, на БАТСе-2 был резонансный такой пожар. Пожар произошел в одной из квартир. Пожар был ликвидирован всего 50 квадратных метров, но при этом пришлось эвакуировать 90 человек из этого подъезда. Из них 30 детей. При этом спасено было 57 человек, 25 детей. В этом случае у нас, к счастью, никто не пострадал, но причиной пожара послужила здесь детская шалость с огнем. За 11 месяцев 2020 года в области произошло 707 пожаров, из них 387 в жилом секторе, 147 на транспорте. К сожалению, в огне погибли 5 человек, а еще 15 пострадали. И пусть в целом статистические показатели по сравнению с прошлым годом ниже, однако ущерб, нанесенный огнем, превысил прошлогодние показатели и составил около 140 миллионов тенге. В текущем году данные ущербы связаны с определенными несколькими пожарами. Это был у нас пожар в Муголжарском районе, горел резервуар с нефтью, это было весной. Потом у нас было загорание целого вагона НКТЖ, тепловоза, то есть он полностью сгорел. Там в этой связи большие ущербы были. А по жилому сектору, в принципе, у нас ущерб ежегодно примерно одинаковый. Основными причинами пожаров, по словам специалистов, остаются неосторожные обращения с огнем, нарушения правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования. Также участились случаи взрыва газовых баллонов. Хотелось бы обратиться к жителям. У нас газовые баллоны имеют свойство накапливать в себе конденсат, так называемый. И по правилам инструкции по безопасности газового оборудования, газовые баллоны нельзя заполнять более 85%. То есть с учетом этого конденсата. То есть в этом случае эти газовые баллоны также нельзя заправлять на автомобильных газозаправочных станциях. Это правило прописано, утверждено приказом министра внутренних дел и соответствующий приказ. Поэтому хотелось довести до всех такие причины. И у нас в Хромтавском районе то же самое было. Значит, занесли баллон после долгого его простоя на морозе, заполнили его и занесли в жилье. Высок риск возникновения пожаров и при использовании пиротехники. Подобные изделия не игрушки. В этой связи важно держать всевозможные петарды и фейерверки подальше от детей. В связи с предстоящими новогодними праздниками напоминаем гражданам, что важно соблюдать требования пожарной безопасности. В частности, важно приобретать только сертифицированные пиротехнические изделия в специальных магазинах. В целом сейчас из-под полы подобную продукцию не реализуют, так как за подобные деяния может грозить административный штраф от 25 до 60 тысяч тенге. А некачественная петарда может привести к тяжелым последствиям. В прошлый период, порядка, вот мы говорили, 15 обращений поступало, но они все, в принципе, не резонансные. Единственное, хотелось бы пример привести. В 2018-19 год, новогоднюю ночь, было поступление мужчины. Значит, на балконе он, значит, петарду пытался запустить или взорвать. В этой связи он попал в реанимацию. То есть даже до такого может довести использование, неправильное использование петард. Основное требование, как мы сказали, покупать правильные петарды, то есть сертифицированную продукцию, и соблюдать инструкцию. Напомним, что с 15 декабря в областном центре проводится оперативно-профилактическое мероприятие пиротехника. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям совместно с полицейскими проводят рейды на крупных торговых точках. Основная задача – выявление не сертифицированных фейерверков и петард, использование которых может привести к несчастным случаям. Николай Сырбов, Армандус Магомбетов, телеканал Актюбе.